К другим темам. Смертельный риск ради пары десятков метров экономии пути. На западно-сибирской железной дороге регулярно происходят случаи грубейшего нарушения техники безопасности со стороны граждан. А причина – обыкновенная человеческая лень. К чему это приводит, расскажут мои коллеги. Стихийные переходы можно увидеть на любом вокзале. Люди перебегают через пути, пролезают под вагонами грузовых поездов и протаптывают тропы в обход специально предназначенных мест. Проход под вагонами, над автосцепкой, между вагонами. Зачастую человек может не услышать объявления дежурного по станции о том, что будет состав трогаться. Соответственно, в момент движения может потерять равновесие, упасть на рельс, а там дальше может произойти все, что угодно. Потому что машинисту он находится порядка полукилометра от места перехода. Машинисту не видно пассажира. В прошлом году в Новосибирской области зарегистрировали более 40 несчастных случаев на железной дороге. Переход путей в неположенном месте и использование наушников – вот главные причины трагедии. Не услышав поезда, люди выходят на рельсы прямо под колеса. Железнодорожники вынуждены учитывать статистику аварийности и либо огораживать опасные места заборами, либо оборудовать там безопасные переходы. Однако есть и технические сложности, и финансовые. Стоимость одного автоматизированного перехода может доходить до десятков миллионов рублей. Визуально эта конструкция не такая глобальная. Стоят столбы освещения, звуковая, световая сигнализация, говорящая о том, что приближается поезд. Но это все увязано с железнодорожной автоматикой. И нам для того, чтобы оборудовать вроде бы несложно с технической точки зрения пешеходный переход, приходится укладывать несколько десятков километров кабельных линий для того, чтобы обвязать с автоматикой и так далее. По статистике за 2020 год количество несчастных случаев на железной дороге снизилось на треть. Помимо установки новых переходов, специалисты регулярно организовывают рейды и проводят уроки безопасности в школах и детских садах всех населенных пунктов, через которые проходят ЖД-пути. Железнодорожники призывают переходить пути строго в отведенных местах и обязательно снимать наушники при пересечении магистралей. Дмитрий Антипов, Константин Менин. Новости ОТС.